Христос Воскресе, дорогие друзья! На библейском портале Экзегет в эти торжественные, радостные, долгожданные дни Светлого Христового Воскресения, вы все хорошо знаете, что с первого дня Пасхи и до отдания мы приветствуем друг друга этими радостными, жизнеутверждающими, столь милыми сердцу всякого верующего и по-настоящему культурного человека словами «Христос Воскресе! Воистину Воскресе!» Хочется зачитать вам интересное письмо святителя Николая Себского Велимировича из его миссионерских писем, письмо 27-е «Кто мне свидетельствует Христово Воскресение?» Потому что так или иначе подобные вопросы, кто докажет, что Христос Воскрес, кто засвидетельствует, на основании чего мы так уверены, убеждены, что Христос Воскрес, В разных вариациях такие вопросы задают многие люди и друг другу, и сами себе. Вот поэтому было бы, наверное, небезынтересно вам послушать, как святитель Николай Сербский, один из выдающихся миссионеров прошлого столетия, как он старался ответить на этот вопрос. Прежде всего, об этом мне свидетельствует о Воскресении Христовом моя совесть, а потом разум и воля. Совесть говорит мне, что столь великое страдание Господа ради блага и спасения людей не могло быть иной награды, кроме воскресения и небесной славы. Невыразимые страдания праведника увенчались несказанной славой. Это дает утешение и мир. Разум говорит мне, без сияющей победы воскресения весь подвиг Сына Божия остался бы в гробу, вся его милость была бы напрасна. Воля говорит мне, воскресение Христово спасает меня от колебаний между добром и злом, решительно направляет на путь добра, освящает мне этот путь, дает силу и вдохновение. Кроме этих трех голосов, то есть совести, ума и воли, которые во мне одном и том же свидетельствуют, что есть свидетели верные извне, славные жены мироносицы, двенадцать великих апостолов, более пятисот иных свидетелей, как пишет святой апостол Павел в первом послании к Оринфянам, 15 главе, 6 стихе. Все, кто по воскресении видел и слышал его, не во сне, а наяву, не одну минуту, а сорок дней. И огненный иудей Савл, гонитель христиан, свидетельствует мне, что видел он воскресшего Господа, слышал его и исполнил его повеление. И спустя тридцать лет не хотел отказаться от свидетельства своего, даже когда меч Нерона опускался на его главу. Свидетельствует святой Прокопий, военачальник римский, который отправился было в поход против восточных христиан, но явился ему в пути Господь Иисус Христос и к себе его обратил. И вместо того, чтобы избивать христиан, предался он, святой Прокопий, добровольно на убиение за Христа. Свидетельствует мне тысячи мучеников крестовых, веками в темницах и на плахах, из Христа исповедовавших, от мучеников иерусалимских до новомучеников балканских и новомучеников русских. Свидетельствует мне о том и все праведники, которых часто встречаю в жизни. Свидетельствует радостью, когда слышат о воскресении Христа из мертвых. Оно созвучно их совести, оно потрясает их души и радует сердца. Принимаю свидетельство и от грешников, и ненавистников его, «Ибо их отрицание воскресения доказывает мне обратное». Мирской суд испытывает показания свидетелей и по степени их справдивости определяет цены свидетельства. Когда свидетели святые и чистые утверждают, что знают о Христовом воскресении, то радостно приемлю свидетельство их как истинное. Когда нечистые, неправедные и грешные отрицают воскресение, а ведь такие есть, и вы знаете, дорогие друзья, есть до сих пор люди, которые отрицают воскресение, то они лишь подтверждают свидетельство первых и укрепляют мою уверенность в истинности воскресения Господа Иисуса Христа, ибо отрицают не по знанию, а по своей злобе. Свидетельствуют многие племена и народы, воскресшие от язычества к просвещению, от рабства к свободе, от болотной тины безнравственности и помрачения разума в свет детей Божьих. И воскресение сербского народа свидетельствует мне воскресение Христово. Но святитель Николай пишет о горячо любимом народе сербском, как он воскресал в вере, как раз во время его жизни. Сами слова воскресения измертых о том же мне свидетельствуют, что ибо без Христа, без его воскресения, не было бы этого слова в языке человеческом. Когда апостол Павел впервые произнес слова «эти в Афинах», искушенные знамениями Афине удивлены были и озадачены, как мы читаем в книге «Деяния апостольских» в 17 главе, 32 стих. Это вот эта потрясающая проповедь в афинском ариапаге святого апостола Павла, который он закончит словами о воскресении. Итак, дети Божьи, поздравляю вас и приветствую! Воистину, Христос воскресе! Вот такое яркое, глубокое, пронизывающее душу письмо спятителя Николая Сербского. Христос воскресе, дорогие друзья! Будьте здравы и Богом хранимы! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok